Сегодня новый Уренгой принял эстафету окружного патриотического проекта «Знамя Победы», организатором которого, напомню, стала партия «Единая Россия» при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. В создании копии знамени приняли участие навуренгойские кадеты, а также первые лица города. Кроме того, агит-десант, участники которого посещают это значимое мероприятие в каждом городе и поселке округа, провел для школьников патриотическую лекцию. За всем происходящим наблюдала Анна Долгушина. Эти разговоры никогда не станут лишними о том, что нужно помнить, как жили предки в суровые военные годы, гордиться подвигами советских солдат и всего народа. Это не просто лекция с сухими историческими фактами, а скорее разговор по душам. Сегодня депутат ЗАГС Собрания Ямала Виктор Казарин рассказывает школьникам, как герой Советского Союза Мелитон Кантария и Михаил Егоров водрузили на крыше Рейхстага Знамя Победы. Агит-десант патриотического проекта Знамя Победы высадился сегодня в кадетской школе имени героя России Владимира Шарпатова. Его участники уже побывали в Шурышкарском, Приуральском, Ямальском районах, в городах Лабытнанги и Таркасале. С их помощью проект, приуроченный к 70-летию Победы, уверенными шагами следует по всему Ямалу. Если пролистать историю, Россия никогда не на кого не попадала. Но если кто-то приходил к нам с мечом, то от него и погибало. У нас течет дух и кровь победителей. Это уже на герном уровне. Поэтому, друзья мои, давайте достойно нести это звание. Звание потомков победителей. Это дань памяти величайших победителей, дань памяти того подъема, который совершил российский солдат. Советский солдат на фронтах войны. Дружище пела, обеспечивая всем необходимым наших солдатам. Мы понимаем и отдаем отчет, и Бог не будет помнить, какую цену, а то цену досталась эта победа. И очень важно, чтобы наши, как настоящие поколения, были, уважаемые поколения, сохранили эту победу. Давай, командир. Это первая была для звезда по звезде. С этой стороны встань. Трафарет, с помощью которого создается копия знания победы, также привез с собой гид-десант. Технология строго одинакова для всех. Первый штрих белой краской по красному полотнищу наносит председатель Новорингойского совета ветеранов Анатолий Алешкин. Эстафету принимает глава администрации Иван Костогрис. А вот завершающее действие доверили лучшему кадету. И вот она, самая достоверная копия легендарного знамени победы под номером 5. Прикрепленная к древку красное полотнище 82 на 188 сантиметров. С изображенными на нем пятиконечной звездой, серпом, молотом и надписью. 150-я стрелковая ордена Кутузова 2-й степени Идритская дивизия. 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Храним мы знамя той победы, которой шла страна в крови. Ее провели наши дети. Сады сегодня, чтобы цвели. Теперь созданная реликвия будет храниться в музее школы. С ней торжественно выйдут на парад победы 9 мая. А уже завтра гид бригада поможет воссоздать копию символа победы в молодежном клубе «Оптимист». Анна Долгушина, Масуд Мунаев, Служба новостей «Импульс». Учая «Импульс» Продолжение следует... Продолжение следует...